Добрый день, меня зовут Александр Лившиц, я доцент Школы филологических наук Университета Высшая Школа Экономика. Я хочу рассказать вам о книжке, которую, возможно, вы читали и о которой, возможно, вы слышали. Это роман Томаса Мана Буденброки «История гибели одного семейства», написанный на рубеже 19-го и 20-го столетия и в 1929 году получивший Нобелевскую премию. Этот роман, по-видимому, незаслуженно забыт. В советское время цитировали отклик Ленина об этом романе, и это, конечно же, отвращало от книги очень многих, кто в другом случае, наверное, бы читал ее. Я недавно перечитал роман совершенно по неожиданному поводу. Действие начинается в 1835 году в Любике, и мне было интересно, как смотрит на Любик Томас Манн. Потому что в 1929 году, незадолго до того, как начинается действие романа, в Любик, в первое свое заграничное путешествие приезжает Николай Васильевич Гоголь, который тогда меня очень интересовал. И вдруг оказалось, что этот роман совершенно замечательная история не только про гибель семейства, не только про экономические или семейные отношения, а на самом деле это роман, философская притча о вещах гораздо более глубоких, чем торговля зерном в Пруссии, неудачный или удачный брак и обычные семейные дрязги, которые случаются в разных больших семействах. Ключевым моментом для понимания романа, как мне кажется, оказывается надпись на дверьми того дома, который покупают Буденброки на пике своего могущества. Там на латыни значится «Deus providibat», что, разумеется, переведено тут же в сноске в русском переводе, как «Господь» или «Бог предвидит». И эта надпись остается без комментариев. Она просто повисает над входом в большой дом Буденброков, а на самом деле ровно она, по-видимому, и является объяснением происходящего. Потому что, если мы возьмем не латинский текст Библии, а его славянский перевод, то мы узнаем, что ровно это место по-славянски звучит, как «Господь усмотрит». Так называется то место, где должно произойти жертвоприношение Авраама. Когда Авраам ведет на гору своего сына Исаака, получив указание принести его в жертву. И обретает там, как вы помните, запутавшегося рогами Агнца, которого и приносит в жертву вместо своего сына. И называет это место «Господь усмотрит». Потому что полная фраза, которую он произносит, «Господь усмотрит жертву себе». И на самом деле это роман о жертвоприношении. Как в угоду своему пониманию целесообразности и тому, что должно произойти и как должно развиваться семейство, главы семейства последовательно уничтожают жизнь своих детей. Не давая выйти замуж за любимого человека и выдавая замуж за того, кто кажется им более выгодной партией, губя навсегда жизнь дочери, заставляя талантливого человека заниматься тем, чем он не хочет заниматься, но что он считает своим долгом. Это роман о том, как сложно выбрать между долгом и ложно понятым долгом. Между тем, что есть твое предназначение и тем, что тебе навязывается. В результате семейство гибнет не потому, что политэкономические отношения в Германии становятся другими и Буденброки не вписываются в новую реалию, а потому что они выбирают не тот путь, они ставят не на ту карту. Они считают, что уж коль скоро сказано принести в жертву сына, то его нужно принести, а не заменить запутавшимся в ветвях рогами Агнцена. И это, по-видимому, начало размышлений Томаса Мана о том, для чего предназначен человек, размышления, которые потом реализуются в замечательном двухтомном романе «Иосифов и его братья». И мы видим, насколько Томас Манн последовательно размышляет об этом, о том, что есть предназначение человека, о том, каков его долг по отношению к детям и, наоборот, по отношению к родителям, что есть грех и что есть доблесть. Роман не дает ни одного прямого ответа. Мы не знаем, было бы лучше, если бы дочка Иоганна Буденброка вышла замуж за того мальчика, в которого она влюбилась на курорте в Травимунде. Мы не знаем, что было бы, если бы. Но мы видим, что каждое следующее действие, как бы оно не было обставлено и ритуализировано, как бы оно не было предвосхищено всем ходом жизни семейства, все это ведет к абсолютному краху. Этот роман, по-видимому, стоит прочитать, если вы его не читали, а, может быть, возобновить в памяти. Потому что, кроме того, что он прекрасно написан, кроме того, что там есть дивное описание старого Любика с его Марием Кирхи, в которой еще пляшут скелеты на росписи погибшего во время войны 15 века, роспись Берта Нотке, которая погибла во время войны вместе с разрушениями Марием Кирхи, с его улочками, с его нравами. В этом романе есть еще и те вопросы, которые человек должен бы себе задавать про свои отношения с окружающей его реальностью, задавать себе вопрос о том, действительно ли то, что ты делаешь, стоит делать, действительно ли то, что считают правильным твои близкие или твое окружение, действительно то, чего от тебя хочет проведение. В результате мы видим, как неверно понятый долг кончается тем, что Буденброки осуществляют жертвоприношение собственных детей. Чтобы не повторить этого, стоит прочесть роман Томаса Ман.